Помните Карла Фредриксона из мультфильма «Вверх»? Этот персонаж демонстрировал лучший пример того, как может выглядеть пожилой человек. Но если задуматься, а что на самом деле делает человека старым? Ну, понятное дело, это сам возраст. Но я говорю про то, когда молодые чувствуют себя пожилыми и наоборот. Вам понравится сегодняшнее видео, потому что мы будем обсуждать, как выглядеть здоровым, молодым и получать от жизни максимум. Первый совет. Зависайте с молодежью. Взглянем еще раз на примере Карла, какую разницу мы замечаем между Карлом в начале мультфильма и Карлом в конце. Они очень разные. Что же произошло? Появление Рассела и Дага. Его года тают, потому что он попадает в такие ситуации, в которые в обычное время он не оказывался. Как это проявляется в настоящем мире? Ну, скажем, вам хочется привести себя в порядок. Вы присоединяетесь к клубу бегунов. Возраст бегунов в этом клубе примерно 20-30 лет. А вам, скажем, 50. Вы оказываетесь в среде молодых людей, которые толкают вас. Да, вы матерый волк, вы уже бегаете 30-40 лет. Поэтому вы можете поделиться с ними техникой. Так вы обмениваетесь чем-то ценным. Для всех появляется выгодная ситуация. А на работе? Вы проработали в компании 10 лет и уже на важном посту. Но среди вас есть и новички, которые работают всего 10 месяцев. Они начинают с самого низа. Они понимают некоторые пути, но не обладают видением всей стратегии. Вы можете стать их наставником и взамен получить информацию о том, что происходит в нижних стратах компании. Следующий пункт. Играйте, наслаждайтесь. Одна из проблем взросления – это то, что люди перестают наслаждаться жизнью. Только представьте себе старика, который ворчит и не хочет ни с кем контактировать. Парни, когда вы начинаете играть, то вы освобождаете своего внутреннего ребенка. Лично по своему опыту я знаю, будучи отцом, что это лучшая часть дня, когда я могу попрыгать на батуте со своими девочками. Но с сыном иначе, я с ним хожу в зал. Ну или мы ходим на пробежки и иногда бегаем на перегонки. И суть в том, что надо веселиться и наслаждаться. Понимаю, что кто-то скажет, что у них нет детей, есть дела. Но вот что я скажу насчет игры – это креативность. Это подход к проблеме с другого угла. Это освободить свое мышление. Когда мы думаем, как привлечь людей к Витамен, мы можем запустить рекламу или можем придумать нечто, к чему люди бы стремились самостоятельно. Мы провели целый день с моей командой и придумали этот прикольный калькулятор для мыла. Ты просто вводишь информацию, сколько человек живет в вашем доме, как часто вы моете руки, и он почитывает, сколько мыла вам надо купить. Когда мы это придумывали, то у нашей команды был единый дух. Один работал над картинками, другой разрабатывал сайт, кто-то делал калькулятор, другой запустил рекламу. Но это было круто, это было необычно. Вот в чем суть игры. Ее можно смешивать с работой или личной жизнью. И когда вы веселитесь, вы чувствуете себя моложе и лучше. Далее нужна искра. У вас в жизни должно быть что-то, чем вы живете. Вы испытываете страсть, что даже если бы вам не платили денег, вы бы могли проводить за этим занятием все свое время. Я смотрел видео на днях. Там парень рассказывал о коллекции своих духов. Флакон за флаконом. И у него дико много просмотров, потому что есть куча таких одержимых парней, которые смотрят все эти видео. О, у меня это есть, и это есть, и это есть. Еще мы спорили в комментариях. Вам надо найти то, что вас заводит. Какое-то увлечение. Что-то, к чему вы стремитесь. Построить дом, купить землю или путешествовать. Главное, будьте устремленными, чтобы, если вас спросят, вы говорили 5-10 минут, и только потом ловили себя на том, что не знаете имя собеседника. Когда вы можете так сделать, то люди поймут, что вы действительно увлечены. И это признак молодости. Поэтому даже если вам 85, и у вас есть увлечение, то вы выглядите намного моложе только за счет энергии, которая исходит от вас. Будьте оптимистичны, будьте позитивны, вы должны стать как маяк. Конечно, это проще сказать, чем сделать. Особенно, если вы потеряли работу или дорогого человека. Если вы в затруднительной ситуации, откуда вы не можете найти выход, суть в том, что вокруг нас очень много людей, которые просто как черные дыры. Они поглощают весь свет, от них исходит только негатив. Как вы себя ощущаете в окружении таких людей? Вы чувствуете себя старым и усталым. Вам хочется убежать от этого человека. Да, иногда полезно сочувствовать другим людям. Но если вам надо выбраться из этого состояния, то вам надо сфокусироваться на том, что у вас есть. Я часто благодарен тому, что я здоров в своей семье. И когда ты понимаешь это, то осознаешь, что есть люди, которым намного хуже. Поэтому будьте благодарны и во всем ищите положительную сторону. Я знаю, что некоторые из вас скажут, «Антони, у меня все в порядке с настроением. Дай мне пару реальных советов. Я встречаюсь с девушкой младше меня на 15 лет. Я хочу хорошо выглядеть». Что ж, ребята, давайте к делу. Первым делом следите за своей растительностью. Если вы бреетесь, тогда бреетесь. Если вы решили отрастить бороду, тогда отращивайте и следите за бородой, чтобы она не выглядела растрепанной и заросшей особенно на шее. Если вы решили походить с щетиной, как она на вас смотрится. Ведь если вам 55, вы можете выглядеть как бездомной. Так что будьте внимательны. Посмотрите на ваши волосы, на месте ли они, все в порядке с ними. Когда мы взрослеем, наше тело начинает меняться. То, что выглядело привлекательно и мило в ваши 20-30 лет, уже не столь привлекательно, когда вам 40, 50, 60. Поэтому, ребята, обращайте внимание на эти важные характеристики. Далее, обсудим кожу. Кожа на лице, кожа на руках. Когда мы видим старого человека, мы сразу можем сказать, ухаживает он за собой или нет. Кожа – это самый большой орган вашего тела. Как же за ней ухаживать? Ну, для начала надо определить, что с ней происходит. Когда мы взрослеем, 30, 40, 50, 60, кожа начинает терять эластичность. И с возрастом, это все только набирает обороты. Генетика играет большую роль. Также вы теряете цвет. Кровь, которая активно течет по сосудам и придает коже нормальный цвет, с возрастом уже не так хорошо циркулирует. В итоге, ваша кожа начинает выглядеть уже не такой полной жизни и начинает морщиться. Это все признаки старости. По моему мнению, самое лучшее, что мужчина может сделать для своей кожи, это завести привычку по уходу. Какая самая идеальная? Ну, нет такой. Но если у вас уже есть привычки по уходу за кожей, то вы всегда можете в ней что-то улучшить и найти то, что будет работать лучше всего. Есть определенные базовые правила. Давайте перейдем к ним. Первым делом – это очистка. Многие парни неправильно это делают, потому что используют обычное брикетное мыло. Для рук оно может и сойдет, но вот для лица уже нет, потому что оно слишком сильное. Оно очень сильно сушит кожу. Лучше подобрать что-то более щадящее для вашей кожи на лице, теле и руках. Особенно, если вы часто моетесь. Также иногда надо пользоваться глубокой очисткой. Для этого подойдут скрабы, которые глубоко очищают кожу. Их надо применять два, может, три раза в неделю, если у вас более молодая кожа. Скрабы хорошо удаляют клетки мертвой кожи. И мы переходим к следующему шагу – это питание кожи. Это самое главное. В этом плане унция профилактики стоит фунта лечения. Да, все хорошо, вы очищаете кожу утром и вечером. Вам надо питать кожу минералами и витаминами, которые она уже, может, не вырабатывает в таком количестве. Какие существуют продукты? Есть антивозрастные и против морщин, но все они нацелены на коллаген и эластичность. Они делают так, чтобы ваша кожа оставалась более эластичной. Они питают ее минералами, витаминами. Это помогает коже оставаться гибкой. Что насчет антивозрастных кремов, которые сделаны специально для области вокруг глаз или вокруг губ? В большинстве случаев ингредиенты совпадают, но тем не менее, их концентрация будет больше и в них меньше раздражителей. Также они лучше справляются с влажностью в этих зонах. А что же такое защитные крема? Чем они отличаются от антивозрастных? Многие на Западе и не слышали о таком. И это не средство от загара. Наоборот, это активный крем. Если вы живете в городе, где высокий уровень загрязнения, после того, как вы очистили лицо, кожа потеряла защитный масляный слой. Она теперь, как губка, готова впитать все, что угодно. И именно эта унция профилактики даст вам унцию лечения. Поэтому парни, которым 20, 30, 40, используют такие вот крема, которые наполняют их кожу всеми минералами и витаминами, которые ей нужны. И защищают ее от всяческих загрязнений. Далее, третий шаг – это увлажнение. И вы меня спросите, Антонио, какая разница между этими увлажнителями и теми сыворотками из предыдущего пункта? Сыворотки более концентрированные, и они будут дороже. Их не надо использовать часто. Может, один раз в день. А вот увлажнители вы можете использовать по нескольку раз в день. Разница между увлажняющими средствами для тела и лица в том, что увлажнители для лица будут более легкими и не будут закупоривать вам поры. Четвертый шаг – это маски. Есть маски, которые контролируют старение. В них есть коллаген. После использования их надо сдирать с лица. Еще есть грязевые маски. Ты просто наносишь ее на лицо, она высыхает через 10-15 минут. Затем ты просто ее смываешь. Зачем это? Они помогают замедлить все процессы. Продукт находится на лице и активно питает кожу витаминами и минералами в течение долгого времени. Конечно, я понимаю, что многие из вас, наверное, никогда даже не пробовали маску. Но, господа, поймите, это основа. Да, мы постоянно это делают. Потому что они понимают, что им необходимо это время, когда они отстраняются от всего и просто дарят это время себе. Вот это о чем. Конечно, вам не надо использовать прямо все, что я только что назвал. Если вы просто будете очищать кожу лица и увлажнять ее, то с течением времени вы заметите разницу. И, конечно же, это видео не стало бы полноценным, если бы не поговорили с вами об уходе за вашим храмом. Я говорю о вашем теле, парни. Это ваше единственное тело. Ухаживайте за ним. Упражняйтесь. Многие бегают или ходят в зал. Мы много чего делаем, чтобы держать себя в форме. Что вы делаете? Может, это что-то другое, например, йога. Знаю, что многие парни пренебрегают йогой. Но, скажу честно, она может изменить вашу жизнь. Особенно, если вам 40, 50, 60 лет. Если у вас проблемы со спиной смелее, попробуйте. Особенно, если вы тягаете веса или бегаете. Мне очень нравится, что на YouTube очень много бесплатного контента. Просто попробуйте сделать тренировку на 10 минут или даже 5. Просто, чтобы начать ваш день. Еще одна очевидная вещь – это ваша диета. Несмотря на то, что она очевидная, это не означает, что вы что-то с этим делаете. И в этом вся суть. Когда вам 20 и вы кушаете всякую фигню, то все норм. В 30 вам уже надо чуть больше поработать на тренировках. В 40 ваш метаболизм реально замедляется. Я это все ощущаю на себе. Лично мне очень нравится узнавать что-то новое о еде. Готовить со своей женой, которая показывает мне народную кухню Украины. Мы также кушаем много суши, мы даже сами их делаем. К слову, это получается намного дешевле. Но нам нравится то, что мы едим. Если сравнивать еду, которая подается в заведениях, то она не может сравниться с той, которую мы готовим сами. Поэтому настоятельно рекомендую потратить немного силы времени, чтобы научиться готовить самостоятельно. И, конечно, не забываем про сон, потому что это очень важно. Вы скажете, Антонио, я сплю по 8 часов, так что я выполняю норму. Но спите ли вы все эти 8 часов? Я думал, что у меня получается до тех пор, пока я не начал отслеживать свой сон, и я был в шоке. Я догадывался, но я не представлял, что все настолько плохо. Я просыпался по несколько раз за ночь, и из всех 8 часов, которые я проводил в кровати, всего 4 с половиной спал. Да, у меня есть парочка отмазок, что к нам в спальню заходит маленький ребенок или собака, или я могу засидеться за компьютером допоздна. Но суть в том, что я могу это все подтянуть и улучшить, потому что я отслеживаю свой сон. Ребята, если вы хотите пожить дольше, чувствовать себя моложе, то следите за своим сном и старайтесь его улучшить.